И я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, очень приятно у вас. Симметрично. Интересно и для меня очень полезно. Обо что сегодня? Сегодня речь идет о борьбе за экономические интересы работников. Сложная такая тема для меня. Несмотря на то, что я вроде бы ею занимаюсь, она все равно сложная. Сложная не потому, кто занимается или не занимается. Она жизненная такая проблема, которая перед всеми стоит. Ну и которой внимание, как я понимаю, недостаточно уделяется и в той литературе, которой я занимаюсь, экономической в том числе. То есть это, так сказать, некая редкость. А вот проблема эта не редкость, а наоборот, все, так сказать, ее касаются и она всех касается. И вот я думал, на какой основе вообще ее разрабатывать-то. Ну вот я пришел к выводу, что надо разрабатывать на фундаментальной основе классической. А классическая основа какая? Вот в свое время была французская буржуазная революция. И вот французскую буржуазную революцию одни готовили, а другие готовились к ней и пытались ее оттянуть. И вот феодальные историки начали доказывать, что управлять государством могут только благородные дети, у которых есть папа, граф или мама, графиня, соответственно, бароны. Многие не знают, аристократия это власть. Да, вот эти вот, только аристократия. А если я неблагородный, значит, я уже не могу управлять государством. Если вы неблагородные, вы не можете. А в этом был какой-то здравый смысл? Например, вот у благородного есть деньги, он может нанять учителей, воспитывать своих детей, образование. Дело в том, что они вот эти благородные, с самого начала, это вот самая честная такая система управления обществом, честная. Сразу, вот, дескать, вы управляете, я не управляю. Я должен хлеб добывать, вас кормить, а вы должны с детства, причем, и учиться военному делу, на случай, если я восстание подниму. Да. Чтобы сразу... Да, или соседа зарезать от нее. Ну, и ружья, быстро, сразу. То есть вы должны учиться дисциплина, культура, знания, наука. Ну, а если я занимаюсь производством сельскохозяйственной продукции, откуда у меня знания? Я про картошку, про капусту, про хвосты специфические знания и так далее. Поэтому не может этим заниматься. Но к этому времени уже буржуазия-то поднималась, и она уже поднялась. Потому что особенность буржуазной революции в том, что сначала появляется уже буржуазная экономика, потому что уже отношения такие, что одних нанимают, а другие – это те, кто их нанимает. Одни наемные работники или рабочие, а другие – капиталисты. А власть у этих капиталистов нет. Ну, капиталист же не будет, говорит, дайте власть мне. Он говорит, дайте власть всем, всему народу. Отсюда все эти вот такие всенародные декларации, так сказать, народ должен взять власть, народное государство. Вот это было то время, когда это имело смысл. Чем-то мне это напоминает Майдан. Там тоже народ. Народ, народ. Да, и вот в это время, значит, тогда озаботились феодалы, что надо этому как-то противодействовать и стали писать о том, что только благородные могут управлять. Чем аргументировали? Аргументировали вот только тем, о чем мы с вами сейчас говорили. Именно тем, что они вот, с детства они к этому подготовлены, а эти они не могут вообще. Да и вообще, я думаю, что они вообще люди, если они не занимаются такими вещами, они неблагородные, и ум-то у них такой, и способность у них плохая. Я помню, был такой художественный фильм на излете советской власти, назывался «Неоконченная пьеса для механического пианино по Чехову», где персонаж гражданина Табакова бегал и всем говорил, не могут чумазы. Я же вам говорил, не могут чумазы. И вот чумазы эти, возглавляемые в буржуазии, стали готовиться к революции. А готовиться к революции надо тоже идейно сначала. И вот появились работы. Работы такие, которые начали рассматривать вопрос об обществе, что миллиарды людей, надо как-то их классифицировать. Во всякой науке идет классификация, там вот в ботанике классификация. Если вы берете животный мир, то же самое, млекопитающие, парнокопытные и так далее. Члены-остоноги. Надо все это классифицировать. Надо классификацию провести и в науке вот они провели классификацию и открыли классы. Классы. Но когда люди говорят о классах, как-то их отрывают от смысла, от классификации. Вот такую классификацию в общественных делах, то есть классификацию по принципу, кто в каком положении находится, в зависимости от этого он так и действует. Такие у него интересы. Поэтому классифицировать надо не по словам, как у нас депутатов классифицируют, или кандидатов в депутаты, а по делам. И, между прочим, в Писании написано, по делам их узнаете их. А дела исходят из экономических интересов. А экономические интересы – это характеристика положения моего, которая показывает, что мне выгодно. Вот если это выгодно этому гражданину, то он будет, вероятно, действовать в этих интересах. Он, может, лично один, второй не будет, но общая масса будет. Поэтому классификация по принципу такому – по положению в производстве. И вот деление людей по положению в производстве называется классовым делением. Вот они такое классовое деление разработали и построили теорию классов, и всю историю представили как теорию, как историю классовой борьбы. Кто это сделал? Кто же были эти люди? Вот не Маркс. Потому что вот кого ни спроси, я это проверяю, вы просто на занятиях, и говорят, Маркс открыл теорию классовой борьбы. Берем Маркса. Ну, у нас же все-таки должны быть свидетельские показания, мы же в серьезной организации находимся. Значит, Маркс пишет письмо Иосифу Вейдемейрую в Нью-Йорк. Это тоже нам знакомо. Люди, там, революционеры сидят в Америке. Из Лондона тоже. Все это очень современно и актуально. 5 марта 1852 года. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты, экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, то есть Маркс и так сделал кое-что, и не обязательно ему приписывать эту разработку, состояло в доказательстве следующее. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Теперь они называются общественно-экономической формацией на основе способов производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. А мне остается назвать только фамилию тех, кто открыл классы и классовую борьбу. Тьерри, Минье и Гизо. По фамилиям этим Тьерри, Минье и Гизо можно открыть и почитать. Про их теорию, что они считали. У них некоторые различия есть в позициях. Но общая позиция и общая установка их, которую они дали миру, состоит в том, что вы ничего не поймете вообще в истории развития общества, поскольку история, да и есть история движения общества, если не будете стоять на позициях классовой борьбы. А с позицией теории классовой борьбы, которую разработали вот эти буржуазные историки, можно ее понять. А экономисты имеются в виду Адам Смит и Рикардо. Так что вот все фамилии тут известны. И вот я, исходя из этих позиций, опираясь на то, что я думаю, в буржуазном обществе можно опираться на творение буржуазных историков. Нормально будет? Следует, я думаю. Следует, да. Вот я из этого буду исходить. И вот если из этого исходить, то надо хвалить нашу буржуазию российскую. Хвалить. Почему? Потому что... Потому что... А? Чем она хороша? Очень хороша. Она очень активно борется за свои интересы. Так. Пример надо с нее брать. Вот смотрите, как она проводила приватизацию. Люба дорого смотреть. Нарезала всяких бумажек, которые Чугас называл этими ваучерами. Бумажки раздали. Людям говорят, вы получите три Волги. Люди, значит, поверили этим жуликам. Эти жулики потом начали эти бумажки скупать. А вы же не будете продавать. Вы же собственник этой части народного достояния. Надо вам не платить полтора года зарплату и прийти к проходной и сказать... Дмитрий Юрьевич, деньги нужны вам чистые? Да. А вы говорите, нужны. Ну, так давайте свои ваучеры. Они у вас толку, без толку лежат. А у нас они пригодятся. А потом соберут мешок ваучеров и Урал марш завод покупает. За эти ваучеры. Бесплатно практически. То есть, это первое. Многие даже в эту суету не вступали. Просто поделили. Мне, кстати, всегда интересно. Вот рассказывают, что все построено на крови и костях. Ну, нет. А к этому должно быть какое-то уважение? Нет? Если на крови и костях, то строили это для всех, а не лично для вас. Да, это... Но не должно быть. Я даже запомнил то, что вы в прошлый раз сказали. Что вот, а что может быть ценнее человеческой жизни? Две человеческих жизни-то. А три тем более. Тем более, да. Тем более, если это... Если речь идет о истории. И она вся история идет вообще-то так, что в конечном итоге народ-то улучшает свою жизнь. Ну, крепостные-то лучше живут, чем рабы. А рабочие лучше, чем крепостные. Хотя их пытаются туда же отправить. Но они все равно свободные уже. Вот. Это хорошее дело. Это очень здорово придумано. И надо же было это придумать, реализовать. И железной рукой наше новоявленное буржуазие это реализовывало. Я не устраивала то, что они сообща владели этим всем богатством. Потому что после 22-го съезда партии, которая выкинула теорию диктатуры бультрета вообще из программы, получилась диктатура буржуазии. Ну, такая совместная диктатура. Вот все эти управленцы, элита, как они сейчас про них к себе говорят, вот эта элита хотела управлять всей страной. А потом они все-таки передрались и решили переделить. Отдельно мое это мне, а ваше это вам. И давайте все. А вам, чтобы вас это втянуть, вы знаете, как втянуть вообще остальных преступников, втягивать других людей в свое преступление. Пусть у каждого будет своя квартира, у каждого будет частный собственник у нас. У меня завод, а у вас квартира есть. И вы тоже такой же самый, как я. Только вы не успешные, а я успешный. Вся разница. Надо лучше работать. Надо лучше работать, надо быстрее бежать. Хватать. Это раз. Ну вот это все видели, это наглядно. Это так, чтобы люди видели, как проходила приватизация. Второе, приватизация по всем заводам шла. Выбирайте три варианта. Застрелиться, повеситься или утопиться. Значит, на выбор три варианта. Шурочайший. Кировский завод уперся. Уперся, собрался в конференции. Вот мой родственник выступил там, Виктор Александрович Общинников, против на конференции. Он потом был депутатом Ленсовета демократического. Но не присоединялся к позиции этого демократического большинства. Он выступил против. И как бы Кировский завод проголосовал против приватизации. Что делать? Шум. Всех трудящихся кировского завода отправили в отпуск. Потом еще в отпуск. И оплачивали потом еще в отпуск. Когда они пришли, после длительного летнего отпуска, уже все было приватизировано. Но буржуазия не пожалела же денег на это. Но уже теперь не 35 тысяч там человек, а всего 7,5 работает. То есть, буржуазий же борется за свои интересы. Это правильно или неправильно? За свои интересы надо бороться или нет? Ну, естественно. Она и боролась. Но это вот мелочь. Это все мелочь. А вот по-крупному было так. Вы же Бориса Николаевича знаете. У него денег нет. Он говорит, куда делось 800 миллиардов? Не знаю. И мы не знаем. И он не знает. Но мы не знаем и знать не можем. А вот он почему-то тоже не знает. Ну, нету их. Куда-то пропали. Слушай, дай миллион. А вы также не дадите мне миллион? А под залог? Давай, под залог завода, который 10 миллиардов. Конечно. Даете мне. Сразу. Сразу. Но я не отдам. Миллион не отдадите или завод? Нет, миллион не отдам. Я у вас беру миллион и не отдам. А я завод заберу. Ну и тишина. Да, конечно. Что вы против судиться со мной будете? Не будете. У вас завод. Так. Слушай, кто тут еще есть? Дай миллион. Так, так, так. Это называется залоговые аукционы. Да, да. Вот кто больше даст, ну вы миллион, а другого даст два. Лучше пусть он мне даст два. Тогда он... Хотя бы миллион двести. Лучше три миллиона. Лучше. Лучше три миллиона. Ну дают миллион двести. Пятьсот миллионов дать. Ну дайте, потому что все уже растащили мои друзья тут. А я президент, надо же руководить как-то, денег нет. И черт с ними с этими заводами, заодно идет процесс приватизации. А Гайдар же что говорил? Нам класс нужно срочно создать. Нам нужно любых собственников, хоть кому надо, этим работникам, всем работникам, лучше жуликам отдать. Лишь бы только были вот они добросовестные, как бы. Сейчас ведь не спрашивают, как появилась собственность. Амнистия капитала что означает? Торади капитала может быть преступной? Ну капитал, это станки, машины, как она может быть преступной? Только капиталисты так не говорят, преступные капиталисты. Говорят, вот назад пять лет и не надо спрашивать, откуда у меня деньги. Не надо было ловить. Ну это может вызвать законные вопросы. А я вот тоже... А вот сегодня, а вот у меня миллион образовался, а давайте не будем спрашивать. Не будем. мы не спрашиваем ничего вот сейчас за последние пять лет уже спрашиваем иначе почему вот начали спрашивать начали спрашивать и интересоваться откуда улюха такие деньги и вот нашли да поэтому сейчас вот праздник советского народа или вот скажем руководитель фсин 2 миллиарда на государство получил неплохо то есть он делаю эти браслеты для таких как улюкаев и для других и так сказать браслеты по завышенной цене настолько чтобы в десятки раз но и в итоге нанес такой ущерб прямо миллионы ему тащили прямо в кабинет прямо директору в син можете представить какой был праздник у всех этих заключенных когда посадили директоров син за взятку за вот это вот за мошенничество великий был праздник значит толку то как все толку но это говорит о том что и не только будут этого и других сажать а вот губернатор сахалина который миллиард вот что это такое это люди которые выразить или позиции буржуазии в чем позиция буржуазии ну правильно классовая позиция чем надо увеличивать свой капитал обогащаться обогащаться так обогащаться потому что капитал по марксу они же маркса читают маркс сейчас издают это вот я у меня дешевый есть маркс вы пойдите купите там две тысячи полторы тысячи там маркс астон дорогой маркс марксу говорит капитал это сам возрастающие сам возрастающие это вы мне нравится что она у меня возрастает до капитал же у меня вот если я сел на государственную должность и буду сидеть на ней четыре года или 8 я еще не знаю что надо успеть сделать обогатиться если я принципиальный человек как можно быстрее быстрее вот я обогащаюсь как можно вот приходят такие люди вроде вас и говорит еще это вы это как чего я вот наращиваю капитал то есть нормально действовать человек борется за это дело другие на на завидуют вот такие сидят в этих фсб лишь бы и вот они завидуют и вот они приходят начинают в суд идут разрешение на подслужку получают так далее а другие люди которые узнают что окажется всего-то 3 миллиона долларов это вообще копейки другие то люди знают они не такие суммы получают они сразу все запреспокоились это просто запреспокоили прекрасно выглядит за что за что за разве деньги за нас это не деньги потому что таких невиданные нам деньги это уксу это за деньги за деньги считает а для них это тоже не деньги какие-то деньги поэтому это можно сказать что это естественно для буржуазии как вы хотите чтобы люди ваши ставленники государственные чиновники чтобы они не искать и не брали взятки мы им очень много платим но если вы больше мне платить из нас я за меньшую сумму не буду делать начали этого замплата 500000 что с десяткой можно не приходить меньше чем 500000 не принадет это только на месяц это несерьезно ну годовую какая сумму давайте считайте 500 хотя бы на миллиона да как минимум вот так что это вполне естественно и будут еще так делать и делают что мы не знаем этот самый губернатор сахалина наличными принесли ему миллиард прям от когда его взяли на полу лежали эти самые пачки пятитысячных весь ковер обставлены да что такое сделал ну действительно что делал он же ведь заботился о крае он как все он же пойдет и поговорить с метро о чем что вы как меняете у нас край далекий так тяжело пришли эти деньги на строительную компанию такую но вы пожалуйста мне от половины за отложите сюда а как я буду делать как обналичие это не надо беспокоить на или хочешь получить давай а не хочешь получить извини и кто-нибудь из этих самых коммерсантов капиталистов на сахалине возмущался по поводу этого хорошая не один это же отец им родной они когда бы эти деньги прекрасно живут да но тут вопрос сразу то есть хотелось бы так сказать немножко развить это что уж если вы его арестовали для начала было бы неплохо все конфисковать вообще все все что ты нажил вообще все потому что невозможно разобрать как в известном мультике не там твои деньги перемешались с моими я у меня и дмитрий рюкс вы хотите меня зубить самой той линии принципиально что надо чтобы с буржуазии правильно борется свои интересы а вы хотите чтобы она не боролась за них вы ходили чтобы ее государства буржуазное чтобы она у воровалась самой буржуазии кто более на грозе или буржуазные государства вложить собой вот что главнее государства конечно да ну ладно но в наших то условиях или нашу не все-таки класс класс что такое государство это орган класса это машина наносили в интересах господствующего класса просто они общие интересы какие-то нарушили общие интересы нарушили и надо их вот посадить это на самом деле надо гораздо больше ведь посадить конечно но да кому на это вам надо а классу это не надо не надо нас сажать не надо не надо нас сажать ну так и не оборот надо нас хвалить вот я буду например я хвалить буду буразии за то что она борется за свои интересы и в целом и в частности и вот села чиновникам она не забывает о своих это вы можете забыть она все время думает об этом а вы все о народе до народе кого сейчас это интересует ваш народ вот надо о чем подумать вот как-то вы не входите в позицию вы все с какой-то узкой позиции тескать народ кого это интересует что народ вот это не успешные люди вы сами сказали они не успешны они там где-то в грязи работали ничего они не получили черного словные нет нет они не дословно нет ни денег нет если били бы деньги купили в рода словно вот проблема какая сегодня короче говоря еще что делала буржей вот что она придумала она придумана этого я прошлое говорю 90 годы давайте новенькое возьмем 9 новенькая 13 год тринадцатом году придумали новый закон вы наверное знаете что было аттестация рабочих мест это значит приходит люди с термометрами с приборами и выясняют какие у вас условия и выясняет что у вас загазованность запыленность электромагнитное излучение у вас виброопасность так и у вас тяжелые и опасные вредные травмоопасная работа да и решили что из-за этого значит соответствующие работодатели должны платить всякие компенсационные выплаты давать вам мармелад молочко так прибавлять к отпуску причем если вредная работа вот столько дней а если особо вредная гораздо больше не к отпуску и оплачивать еще эти деньги но вы подумайте с точки зрения буржуазии это растрата я вот работал на советском производстве у меня шлифовальный станок стоял в подвале шлифовальный станок с такими кругами шлифовать башку можно было просунуть в достаточное отверстие он там шлифует пыль летит я в респираторе подвал это было отвратительное помещение мне за это давали три дня к отпуску сразу без разговоров меня поили молоком и давали путевки в общество отдавала а теперь если я работодатель вы же понимаете что это нагрузка на меня нет что я найму таджика если я работодатель я найму таджика у которого вообще ничего платить не надо в отличие от русского который тут работали на сложную работу сейчас не наймете все-таки мы ракеты сейчас не наймете вот докеров никто не идет не они одного газарбайтера допустить нельзя там миллионы долларов стоит сама техника и не не это на сложных работах это вот копать вы наймете строить настройки еще под общим надзором на серьезные работы которые у нас тоже есть в россии не наймешь условно вот но эта нагрузка на работодатель и решили эту нагрузку ослабить кто решил ну чья власть работодатели рулась в разе она решила ослабить как ослабить во-первых это ничüs равнопасности выкинуть надо вообще несчастный случай зачем за несчастный случай от несчастный сuju тащит вам огромная тецего не надо ходить на такую работу хотите так вот как я вот на работу преподавателя я сосула него вот был а если вы там работы вы просто неудачник даже вам сказать а я удачник оцене это как я могу ногу сломать или vaulk никак поэтому надо искать такую работу а если вы не нашли вы виноваты у нас вот все виноваты кроме тех кто нашел такие хорошие теплые места вот это раз второе значит второе х не надо это все мерить надо сделать экспертную организацию такую аттестованную который будет приходить но не сама заплату часто было бесплатно до 13 года в конце тринадцатого года этот закон приняла дома потом президент подписал начале 14 введено в действие так что вот некоторые которые за этим следят и даже не оглянулись и не заметили как это было сделано и в принципиально изменилось вообще все отношение к анализу и условий труда и компенсацию значит травмоопасность нету такой теперь значит приходит это аттестованной организации раньше бесплатно неважно кто вызывает профсоюзы или вы но вы не подкупите там их они будут замерять искать нет товарищу вас он вредно еще как же вредно у нас на свежий воздух нет у вас не свежий воздух у вас уже значит контакт с такими веществами которые рак могут вызвать а вы начать пишите им при производстве меланина а вы пишете что в основу все хорошо нет не хорошо то есть все это замеряли это был материализм вообще материализм этот вообще течение тоже соответствует буржуазной вот революции материалистов до пришли мы-то меня не даже против отделение церкви от государства выступали за отделение церкви от школы ну давайте доска церковь пожалуйста но не надо в школу тащить и государство не надо не надо стоять вот со свечкой подсвечником не надо это делать потому что у нас много всяких на гиги и будет у нас только столкновение религии из этого или все начнут соревноваться кто больше настроек кто значит храмов то сделает синагог кто сделает больше мечети мечетей и конца края этому не видать и все ресурсы на это пойдут и будут говорить что это очень важно это духовность а вот своей школы и там с вузами сказать только тормоз перестройки поэтому поэтому давайте на это я савцину начал давайте будем брать великих у нас кстати две улицы было вернее два таких достопримечательных адреса которые имели имя буржуазных революционеров улица марата знаете вот я теперь боюсь что ее скоро переименуют потому раньше она называлась грязи поэтому в грязи обратно также на хабинск это вот этот на хабина это дзержинска тоже не переименовывать под нижний новый что-то как-то на хабина не хотят а вот набережная рубиспер а наш дорогой замечательный губернатор же переименовал воскресенскую там дескать какая-то церковь была воскресенская хрен с ним с этим самым с рубиспером ну рубиспер же буржуазный революционер почему не уважаете свою воду у нас-то буржуазная революция сейчас и контрреволюция произошла так вы радуетесь что буржуазные так вы должны своих-то беречь символы свои как-то уважаю это видимо последствия повышенной грамотности они не отличают кто-то как у наверно как-то так непонятно мне идут я понимаю что вы там ну ленину памятник сами не будете ну и хорошо что вы его не не кидываете там вот например памятнику смольного совет и охраняют и не подпускают и не дают испортить очень хорошо ну а зачем вы своих-то буржуазных революционеров открыть выбрать новые бросили его короче говоря если мы берем таскать идеалы буржуазной революции это был на материализм такой да да крепкий а здесь что есть субъективный идеализм вот приходит теперь так во первых платит работодатель ну а кто платит он заказывает музыку вот я вас пригласил чтобы вы сделали правильную оценку вы же понимаете когда я вам заплачу и сколько зависимости от того что вы сделаете да и что вы еще мои интереса не знаете вы вообще парифицированный человек или него я работаю за деньги поэтому ну вот вы работа решается еще вопрос решается это первое второе приходит человек оттуда из этой организации и сначала без всяких инструментов приходит у вас тут все отлично и он решает один человек один эксперт решается не надо ничего применять вот если он так не скажет наверно потому что денег не заплатили как следует он не скажет она начинает эти термометры дозиметры и начинается такая не тель и выясняется там особо вредный а человек хотел сэкономить этот самый работодатель вот вот он через экономит иначе еще ему увеличили там да то есть может и получится что вот исследует эта организация которые деньги заплатили но мало и такой ему напишу в следующий раз он будет знать сколько надо платить когда приглашаешь короче говоря вместо материализма субъективизм причем какой идеализм субъективный этни и что там какая-то идея там сверх идеи как у гегеля нет это просто вот счет один человек пришел и он решил и он говорит все у вас хорошо откройте скажем в интернете почитайте про это соут специальная оценка условиях а в чем ее специальность а вот специально она сделана чтобы хорошо было бы и вот возьмем наши горы электротранс 11 тысяч работников вдруг один прекрасный день они узнают что вот у кого было пять дней к отпуску стало два у кого была вредная работа и полезная она стала полезная от они же все время там электротоки идут и они все время среди тех кто болеет потому что в трамвае кондуктор протискивается поскольку ему каждому нужно проверить так ему обязательно хотя вот было время когда мы просто талончик отмечали и все я вот совсем бы углубился в моем понимании общественный транспорт советский вообще был не про деньги он был для того чтобы залившего я перелизводство и обратно правильно в них они для того чтобы что-то за например пожалуйста в люди просто приезжу бесплатно ездили ну и вы едете на работу но если кто-то какая бабушка решила проехать к уме что-то ничего страшного нет у вас проверит раз проверить особенно пенсионеров то что это особо опасный знаете почему что они они же тогда взяли 10 тысяч вышли за свои интересы когда они делали эту самую монетизацию и потребовали что если вы не обеспечите нам бесплатный пресс будет нехорошо вам его обеспечивали это пройдем 10 тысяч на углу на перекрестке садовый и невского огромные все переполошились и правительство думать не надо с пенсионерами это вообще люди они войну сражались это опасное дело лучше с ними не сталкиваться так так и что же горы электротранса тут ну так вот там все это дело по убирали и к сожалению тот кто должен защищать их там в председатель правкома согласованно пишет хотя сейчас согласование не предусмотрено трудовым кодексом нету такого я там просто учет мнение согласован и все хорошо ну уже делать несчастным работник работе пошумели пошумели погудели погудели и на этом это мне всегда интересно я как специалист некоторым образом по преступности вот соединенные штаты по преступности или по борьбе с ней и то и другое это невозможно разорвать если ты знаешь как бороться то ты понимаешь как организовать надо правильно чтобы невозможно было бороться вот соединенные штаты мне особо интересно да цитадель демократии до передовая страна которая для многих на земном шаре является образцом того чего как надо делать вот у них профсоюзы все американские профсоюзы это сугубо мафиозные организации то есть накрыты организованной преступностью что такое организованная преступность это преступный элемент намертво сроченный с государственной властью то есть платит деньги чиновникам и платит деньги полиции а для решения разнообразных вопросов которые в буржуазном обществе физически невозможно решить законным путем существуют незаконные способы решения проблем в рамках которых крышуемые мафией ну обобщенное название там итальянцы в основном крышуемые мафией профсоюзы действуют только так как выгодно работодателю для них есть различные вещи которые они якобы в пользу рабочих решают но главное всегда решается так как надо бандитам всегда решается так как надо бандитова наши профсоюзы наши наши я же буржуазию хвалю нашего наша гораздо лучше наша буржуазия создала политические партии сначала всем объяснилось что идеологии у нас нету долой всякую партийность долой всякую политику ничего нету а потом вдруг оказалось 74 партии у нас наш рулевой сейчас на выборы пошли и вот теперь значит существует у нас профсоюзы как приводные ремни от партии к массам от каких партий значит фонопр это приводной ремень от единой россии к массам который входит в фонопр к тем профсоюзным массам которых она проходит а другая половина бывшие свободные профсоюзы к т.р. это приводной ремень от справедливо россии к массам так что у нас не какая-то там мафиозная структура остальным трудящимся не создавайте профсоюзы не создавайте никаких политических партий вот есть же партии деть туда вот и все очень я читаю буржуазия очень грамотно борется за свои интересы но сейчас не начал а то еще я один аспект хочу вам сказать вот всем известно что такое сизифа в труд удачи закатывать камень как известно сизиф на гору закатывал камень на минска древне греческой мифологии камень скатывается на 5 закатывает вот нельзя ли чтобы бару рабочий класс не боролся за свои интересы мы подбираемся к семи наших а заката вот пусть он закатывает камень и потом обратно это скатывается камень вот смотрите очень хорошо смотрите значит как только устаканилась ваша зарплата начинается новый год инфляция инфляция забирает у вас его жизненный уровень падает вниз 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 камень катится вниз целый год а вы целый год должны бороться за то чтобы индексировалась ваша зарплата или пенсии или пособие что хотите все потому что скатывается все скатывается вниз вот вы целый год должны бороться. Вот вы целый год пытаетесь закатить камень и, наконец, в конце декабря закатываете ее наверх. И добиваетесь, если здорово борете, если здорово, это мало кто добивается. Некоторые под индексацией понимают не выход на тот уровень, который был в прошлом году, а вообще хоть какой-нибудь прирост. Ну, хоть что-то. Есть, что значит. Дайте нам хоть что-то. Вам дали хоть что-то? Ну, давайте будем брать хороший случай. Вы закатили на тот уровень, который был. Так? Вот теперь камень наверху горы начинается Новый год. И дальше после Нового года, пока вы там 10 дней или 13 дней гуляете, а у вас доходы уже пошли. И пошли, и опять так целый год. И так каждый год. Вот, буржуазия красиво борется и правильно борется со своими интересами. И она придумала такую игрушку для рабочих и для трудящихся, которая их забавляет все время. Они тоже считаются, что вы тоже боритесь за свои интересы, за индексацию. Хотя, если кто-то там додумается до чего-то большего вдруг. Да, кстати, и некоторые политические партии, которые считают, что они защищают интересы трудящихся, тоже в эту игру играют. В чья эта игра? Кто придумал эту игру? Вы наперстанчиком сядете играть? Вы же знаете, что вы проиграете. Это ясно всем. Не садись просто туда. Вот в эту игру... Многие не знают, кстати, о птичках, что в наперстке шарика нет. Я вам открою секрет. Вдруг вы тоже не знаете? Конечно, не знаю. Я просто знаю, что не надо туда садиться. Я знаю. Я вам технологию объясню. Я технологию не знаю. Я знаю, что он что-то тронетит. Когда надерсток крутит, его быстро поднимают, и двумя пальцами хватают шарик. Он в то время вот здесь, когда их крутят, шарика нет. Когда вы угадываете один, там нет, второй там нет. А третий я беру, да вот ж он, и выкатываю шарик. Поэтому там, да. Ну и здесь то же самое. Такие люди, которые считают себя защитниками трудящихся, и целые политические партии начинают... Они не считают, они называют себя защитниками трудящихся. Ну вот, называют себя. Может и считать, не знаю. Короче говоря, вот буржазия хорошо очень работает с ними, и они попадают в эту общую систему. Встает вопрос. Встает вопрос. Ну, вообще рабочий класс-то собирается вообще бороться или трудящие свои интересы? Что нужно сказать рабочему классу? Уважаемые товарищи рабочие, освобождение рабочего класса, я сделаю рук рабочего класса. Не в том смысле, что не найдется того, кто вам поможет. Найдутся в России всегда и представители господствующих классов, даже некоторые. Как, скажем, путешествие из Петербурга в Москву написало, ведь не рабочий. Так, или дворяне, которые совершали... Начальный Санкт-Петербургский таможни. Или, если мы возьмем декабристов, они же на каторгу пошли. За что? За освобождение крестьян от крепостной зависимости. Им говорят, а вы своих освободите. Нет, говорит, давайте всех. Тогда и моих. А вы хотите, чтобы моих освободили, а вы нет? Нет, давайте все. И давайте мы сделаем общую такую реформу. Сделали же эту реформу, в конце концов. Царя вынудили это сделать. Кто в этом участвовал? Хотя были восстания крестьян. Были Петра Болотникова, были Степана Разина, или Погачева. И жестоко подавлялись. И выступили представители и господствующего класса, и победили. Или там Шмидт, например, во время декабрьского вооруженного восстания, хозяин мебельной фабрики, вооружил своих рабочих, чтобы они приняли активное участие в вооруженном восстании в Москве. Спрашивается, кто добился появления Государственной Думы в России? Какой класс? Что, буржуазия? Нет. Рабочие добились. Рабочие, которые восставали. И которые в Москве сделали вооруженное восстание. После этого появилась Дума. А до этого буржуазия тихонечко так критиковала власть. Но по-тихому. Не надо, значит. А теперь скажите спасибо рабочему классу, который создал демократию в России. Демократию, которая сейчас тоже есть, это все достижение рабочего класса. А поскольку это достижение рабочего класса, то кое-что, кое-что. И в законодательстве сохранилось то, что является прогрессивным. Почему? Потому что, между прочим, рабочий класс, это сейчас он затих. А вот если мы возьмем, когда была сделана попытка правительству ввести такой трудовой кодекс, который совсем закабалял рабочих, они поднялись. Были голодовки авиадиспетчеров. Были митинги мощные в Москве. Докеры туда приезжали из других, с разных городов. Так, причем стояли около Думы, перед тем, как она будет голосовать. И туда Жемновский пробирался, и ему какая-то бабушка стукнула по голове палкой. От знамени. Он после этого воздержался при голосовании. И не стал голосовать. В это время второе место получил проект фонда рабочей академии, который был выдвинут раньше внесен в Думу, чем правительственный проект. А правительственный проект ничего не получил. Он совсем мало получил. Профсоюзный проект восьми тоже мало получил. Значит, ЛДПРовский проект, который вносил товарищ, которого сейчас полиция разыскивает, значит, тоже получил мало. Московской городской думы тоже мало получил. Яблочный, который гражданин Голов, который сейчас на выборах хотел опять в Думу пройти, этот гражданин Голов там записал детям до восьми лет 120 часов труда в год. До восьми лет. Я на телевидении с ним встречался и сказал, что это вот только для владельцев публичных домов можно такой вот кодекс предлагать. Тоже пролетел этот кодекс. Не пролетел кодекс, который предложила комиссия Слизки. Она вынуждена была взять из разных проектов, в том числе из проектов фонда рабочей академии, и сделать его вполне приемлемой. Вот по нашему нынешнему кодексу там записано в 130-й статье, за что и надо бороться, что государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. Государство гарантирует. А как оно гарантирует? Ну как, боритесь. Это справедливо будет и законно. Больше никак. Но если вы не боретесь, вам это не надо. Ну как-то гарантирует и боритесь, на мой взгляд. Оно записало вам, а вот буржуазии борются за свои интересы, берите пример, боритесь тоже. История есть борьба классов, это буржуазные историки показали. Боритесь, а если не хотите бороться, что мы будем прямо навязывать вам улучшения. Вы хотите индексацию, давайте индексацию. Не хотите повышения, хорошо. Есть еще одна статья, 134-я статья написана. Обеспечение, заголовки, повышение уровня реального содержания заработной платы. Так и написано, обеспечение. То есть это статья кодекса. Значит, все обязаны, кто? Работодатели обязаны это делать. Ну, никаких мер не предусматривано. Мер это надо где предусматривать? В административном кодексе административных правонарушений и в уголовном кодексе. Ну нет этого. Ну вы боритесь. И как же быть? А как боритесь? Как? А вам все прописано. Объясняю. Вот читайте трудовой кодекс. Очень, вот такая тоненькая книжка, очень мало стоит. И там написано, что вы можете вести коллективные переговоры раз. Если вы представляете коллектив, это отдельный вопрос. Вы можете вести коллективные трудовые споры два. Вы можете проводить коллективные трудовые споры, если работодатель не согласен, можете пойти на забастовку. Она у нас разрешена законом. Более того, она не просто разрешена, она в Конституции в 37-й статье прописана. А почему? А потому что мы вышли из крепостного права, освободились, вышли из феодального строя. У нас теперь свобода. Вы если не хотите на меня работать, то и не работайте. А если вы работаете, вам нравится, ну и работайте. Если вам нравится за малую зарплату, работайте. Вы что хотите? Вот если я представитель буржуазии, а вы продали свою рабочую силу, а я покупатель. Вы что хотите, чтобы покупатель сам повышал цену на то, что он покупает? Вы что, думаете, я идиот, что ли, или сумасшедший? Если мы обратимся к опыту цивилизованных стран. В опыте цивилизованных стран только путем забастовок повышаются зарплаты, пенсии, пособия и сокращаются рабочий день. Ну, первое, что надо сделать, это надо назначить во главе профсоюза своих людей. Это ключевое. А это вы назначите своих, а они потом через некоторое время станут не свои. Я таких случаев очень много знаю. Дайте почему. Тогда надо... Механизм такой. Вот когда он борется, вот он такой же рабочий, как мы все. И вот он, значит, мы сделали его освобожденным профсоюзным работником. Он вместе с нами боролся за общее дело. А если за общий коммунист, значит общий. Значит, он как коммунист. Он борется за общее дело. И вот я стал освобожденным профсоюзным работником. Теперь я могу свое положение... У меня ничего в голове-то не поменялось. У меня никакой теории там не было. Никакой идеи, что я за общее благо всю жизнь должен бороться. Просто в данной конкретной ситуации, когда я был рабочий, я иначе не смогу повысить свою зарплату, кроме как в соединении вместе с вами, со всеми общими силами можем поднять зарплату, улучшить свои условия. А как только я стал освобожденным, ну... Можно сделать, во-первых, коэффициент мне установить. Если вы докер и работаете в треме, а у меня 1,4 к вашей зарплате. Раз. Ну, я предлагаю докерам. Они как-то странновато так, но они проголосуют. Ну, вроде там, действительно, он что-то там делает же, потому что он за нас же борется. Это что-то сложное. Нам такое недоступно. Проголосовали. А потом он думает, а нельзя ли вот это вот среднее взятие на 1,1 умножить? Сказал бы бухгалтеру, чтобы она умножила на 1,1. И уже от 1,1 средний будет 1,4. А потом я, если я освобожденный профсоюзноргодник, я же всю жизнь думаю, вот и в воскресенье, и в субботу, и вот когда я по лесу гуляю, и грибы, собираю все время, думаю о своей профсоюзной организации. То есть я на работе. И в выходной день. Это двойная оплата. Согласны? Конечно. Ну, короче говоря, вот. И выход из этого есть, конечно, такой теоретически больше. Потому что на практике пока не получается. То есть если у вас есть деньги на ставку профсоюзной работы, поставьте двоих. Вот нас по очереди будут. Неделья-неделевые. Неделья-неделевые. И я буду рабочий, и вы будете рабочие. Но каждый рабочий, он через год станет еще и профессионалом в профсоюзной работе. Раз. Но все время он доступен. То есть всегда может прийти кто-нибудь и подойти к нему и сказать, ты в следующий раз будешь так делать, получишь. А вот если я улечу на освобожденный пост, вы уже даже и может и не подойдете ко мне никогда. Никогда. Вот поэтому эту проблему можно решить через то, что будут два соприседателя профсоюзной организации. И это надо проблем решать. То, что показывает практика, что человек, которого просто избрали, ничего в голове не поменялось. У него как была буржуазная идеология? Схватить. А у большинства рабочих какая идеология в России? Буржуазная. Вот она, на то буржуазии борется. Это еще опять один комплимент буржуазии. Она насадила с помощью своих средств массовой информации такую идеологию, что она, конечно, приветствует то, что делает. Это вот одни успешные, другие неуспешные. Вот она, самая главная идеология. Ну так неудачник пусть плачет, раз он неудачник. А что должен делать неудачник? Все нормально. Вот. Поэтому вот одна форума. Вот на это нацелиться. Нацелиться это очень сложно, трудно, но это главная дорога. Второе. Второе. Это в кодексе прямо написано, что делают, например, если вам не выплачивают зарплату. Вот сколько раз ко мне обращаются и говорят, вот вы, Михаил Васильевич, вы президент фонда рабочих гнев. Что делать, нам не платят зарплату? Я говорю, вы кодекс считали? Нет. Ну, гоните, читайте сначала. Ну как? А при чем тут, зачем тут для этого президент фонда или там профессор? Зачем вам это надо? Вы идите, прочитайте в 142 статье, не поверите, что написано. Я сам бы не поверил, если бы не читал. Она же появилась в результате борьбы тех же самых рабочих. Вот тогда, когда кодекс, это была мощная политическая борьба, которую ввел рабочий класс России, организованный. И провел ее так, чтобы там появился такой пункт. Какой? Что вот вам не платят 15 дней зарплату. Вы через 15 дней можете написать заявленицу, вот прямо на обороте. Видите, тот чистый, да? Уважаемый Иван Иванович, своему начальнику цеха или генеральному директору. Я работу что делаю? Приостанавливаю или останавливаю? Приостанавливаю. Вот, видно, что вы все-таки очень продвинутые. А некоторые пишут, останавливают. Как это останавливают? Как это вы работаете, останавливают? А приостанавливают? Понятно. А приостанавливают до выплаты зарплаты. Это же трудовой договор. Мы заключили трудовой договор. Я выполняю, вы не выполняете. Ну, я пока приостанавливаю, вы начнете выполнять, и я буду выполнять. Давайте на равных. У нас же равные отношения. Свободное же общество, свободное. Вы не выполняете, я не работаю. Я пишу вот эту бумажку, и после этого, согласно 142 статье Трудового кодекса, я могу идти домой. А могу не идти домой. Вот мы рассказывали, как вы там около станка сидели. Вы там как-то лампочку-то пристроите, открываете капитал и читаете Маркса. И сидите там, спросят, что вы делаете. Жду зарплату и читаете. Сколько вы? Каждый день приходите и читаете. Это лучше, чем дома сидеть. Но если вам хочется где-то заработать без особенного оформления, идите, зарабатывайте. Но, чтобы нет места не потерять, вы никуда, конечно, не устраивайтесь постоянно. Это естественно. Что должен сделать работодатель, согласно 142 статье? Разъясняю тем, кто каждый раз спрашивает. А что делать, если мне не платят зарплату? Сделайте то, что написано. Второе. Работодатель должен прислать вам письма на бумагу, что, уважаемый Дмитрий Юрьевич, завтра вам будет выплачена зарплата, и вы, пожалуйста, завтра выйдете на работу. Ну, а если вы завтра не выйдете, вы нарушили. А как это оформляется? Вот он заявление написал, куда он его внести должен. И все, начальству своему. Куда? А оно возьмет его и скажет, а я ничего не понял. А вот это, я думаю, требует объяснения. Значит, что должен сделать? Либо вы идете к секретарю директора, и пусть она на втором экземплярчике подпишет. Раз. Получено. Она может сказать, для того я сижу, для того я сижу, для того, чтобы, так сказать, делать то, что не нравится директору. Не буду я ничего писать. Не буду идти отсюда. Да. Что вы должны сделать? Пойти за угол. Так. Так. И на почте отправить. С заказным письмом. С заказным письмом. Да. А еще лучше с уведомлением заказным письмом. С уведомлением вручения. Вот у вас бумажка. И вот пока у вас такой бумажки нет, лучше еще поработайте. И вот тогда у руководства написано, входящий, такой-то получен. Тогда, да, обязаны принять. И еще один момент. Это вот не написано в ходу. Конечно, лучше ни одному это делать. Вот представьте, цех 600 человек. И все 600 человек отправили такие письма счастья. Да. Вот дождались, когда, и пусть они пока, они вообще имеют право, так сказать, отправив, но они еще не получили свидетельство. Вот когда они получили подтверждение о том, что получено директором генеральным все, или там получено соответствующую службу. После этого, вот они могут, на это после этого, они могут открыть капитал и сидеть, и читать. И приходите, а все читают капитал. Весь цех, 600 человек. А если один, то, конечно, могут сказать, что да, вот за это мы вас не будем ничего трогать. Тут вы все по закону. Но мы найдем, что у вас не по закону, или будем искать, еще будем искать, находить, и будут специально нависать над нами. Поэтому тот, кто понимает, что в одиночку ничего нет, что один в поле не воин, что голос единицы тоньше писка, кто его услышит, только жена, и то, если не на базаре, а близко. Это же Маяковский написал. Не надо в одиночку бороться. Не надо в одиночку бороться вообще. Говорит, я боролся, у меня ничего не получилось. А ты как боролся? А я вот стал один бороться. Ну так ты один, и он пошел один. Ну пошел один, и ушел один. И ушли тебя. Поэтому бороться нужно обязательно коллективно. Если ты не можешь коллективно бороться, значит, возможно, ты плохой человек, тебя никто не любит. Ты как-то договорись, как этот рабочий не могут договориться о том, чтобы как они совместно будут. Ну не все пусть, ну хоть там, ну не 600 человек, пусть 400, 100. Ну 100 уже никак, вот ничего с ними не сделаешь, сотни человек. И эта проблема бывает такая, что она, так сказать, тянется очень долго. И нет, и нет проблемы этой. И все, и принесут, и приведут. Раньше делали, конечно, по-другому, до того, как это появилось, короче. Приходит начальник всех обид, все сидят. Говорит, а что вы сидите? Вы будете работать? Будем. Что, отказываетесь работать? Нет. А когда будете работать? Когда поедим? А когда поедите? Когда зарплату принесут. Кстати, дайте до зарплаты займы в объеме зарплаты. Уходит начальник всех, и приходит начальник производства. Вы работать будете? Будем. Когда? Когда поедим. Ну так ешьте. Так денег нет. Зарплату надо выплатить. А у вас, кстати, нет начальника производства? Нет у вас до зарплаты, займите. Да. И что вы думаете? Ну, денег же не будет. Будет. И что вы думаете? К вечеру привезли. Так и решается вопрос. Ну, бывают и другие ситуации. Вы помните, как председатель правкома вызвала Путина? Они пошли с товарищами, с коллегами у нас в Ленинградской области, да? И сели на дороге, остановили движение. Приехал Владимир Владимирович разруливать. Потом, думаю, приняло решение, что надо преследовать тех, кто останавливает движение. Ну, наверное, вы помните, когда по полтора года не выплачивали зарплату, Транссибирская магистраль остановилась. И тоже заводили уголовные дела, и все бросили заводить. Потому что, если вы собираетесь заводить уголовные дела на народ, то народ возьмет крючья, железные палки, разобьет вам головы. И не надо его провоцировать. Не надо это делать. Вы варитесь с преступниками. А если вы защищаете тех, кто не платит зарплату, вы защищаете преступников. Короче говоря... Как мы любим диалектически. То есть, это можно использовать как в благих, так и в нехороших целях. Да. И вот, надо сказать, что появился... По поводу невыплаты зарплаты, вы знаете, есть и уголовная статья, можно к уголовной ответственности привлечь. Да. Нужно. И привлекает вот товарищ Рогозин, который, так сказать, поездил в космодром Восточный и узнал, что его там никак не достраивают вовремя. А почему не достраивают? Да перестали платить людям зарплату. Не платят зарплату. Разворовывают. Вот, например, там должно быть здание, построенное, из которого товарищ Путин и другие будут смотреть, как взлетает первая оттуда ракета. А вместо него построили несколько домиков жилых в Хабаровске, да? Потому что это выгоднее. И продали жильем. Нет, а вместо этого там сделали траншею. Из этой траншеи товарищ Президент, значит, летал, как будет, как он взлетает. И вот товарищ Президент вспомнил, что он юрист и сказал, давайте-ка мы это дело разберем. И вот там собирается тоже там, куда ушли 700 миллионов, которые должны были. Вот сейчас еще одного посадят, точно посадят. Ну, сначала, конечно, все следствие будет, все это докажут, все будет хорошо. Не все сразу, это же процедура определенная. Пожалуйста, у вас будет защитник, пожалуйста, мол, защитник. Говорят, а почему сразу мне не говорят, как брали все? Так это суд. Сейчас вот все хотят знать, какие следственные действия были по Улюка. Это на суде все, ребята, вы что, не знаете порядок? Вот сначала, так сказать, будет, и уже обвинение предъявлено. Теперь он уже, он был сначала задержанный, потом обвиняемый, потом он будет подсудимый. Ну, граждане, по большей части, вот мы вот начали про диалектическую логику. Да. Надо продолжить. Надо продолжить. Потому что граждане у нас обладают, как правило, магическим сознанием. В рамках магического сознания оно должно, раз, и все произойдет. Не бывает так. Это вот по логике вещей-то тянется долго. То есть, то, что год прослушивали этого самого Улюкаева или полгода, это никому не интересно. Надо было сразу хватать. А нам это интересно, потому что тот же Улюкаев давно бы вывернулся. А теперь он знает, что все про него уже известно, и не вывернешься. И те люди, которые его посадили под домашний арест, знают, что он никуда не денется, потому что все у них в руках. Они хорошо подготовились к тому, чтобы ввести судебный процесс. Но надо сначала всю процедуру, сначала до конца соблюсти. Короче говоря, по зарплате можно бороться. Сделала вам все буржуазия. Она говорит, что вы еще хотите? Я вам обеспечила возможность получать зарплату. А размер? Ну, как я могу увеличить вам зарплату, если я покупатель? Вот подумайте сами. Я вот буржуазия, я нанимаю рабочие силы, я ее покупатель. Покупатель может повышать цену на то, что он покупает? Ну, согласитесь, Дмитрий Юрьевич. Ну, согласитесь. Ну, несколько странно, да. Странно. А вот вы продавец рабочей силы. Вы? Ну, вы повышаете. Это ваш товар? Чей товар? Ну, вы пойдите в логику буржуазного мышления. Ну, это как на рынке. Я подхожу, спрашиваю, почем помидоры, говорят, 3 рубля. Можно я куплю за 5? Да, ну, как бывает. Да, ну, не бывает. Если ты подходишь, почем помидоры, говоришь, попеть. А ты говоришь, можно по 4,50? Нельзя, попеть. Нельзя, потому что вы продавцы. Но вы продавцы-то думаете, буржуазии-то соединяете свои ряды? Правильно делаете или нет? Если она в классовой борьбой ведет. Ну, а как по-другому? Есть общество промышленников-предпринимателей. И они проводят конференции, слеты, все что угодно, форумы. А вы чего, они проводите конференции, слеты? Вообще-то проводят, я об этом скажу, рабочие, но мало. А они все думают, что в одиночку они решат. Ну, в одиночку не победите вы. Вы хотите выиграть или проиграть? Нет. Если вы хотите выиграть, то надо соединяться. Зачем пишется, что пролетария всех стран, соединяйтесь? Потому что если сделать пролетарии всех стран, разъединяйтесь, то в одиночке вас всех разобьют. Вас в одиночке и разбивают. Что вас это удивляет? Это вы с позиции должны буржуазной теории классовой борьбы рассмотреть. Если это классовая борьба, то с вами борются. Что же вы в одиночку выходите бороться с такой силой? Это просто дураки, которые думают, что они в одиночку победят. Нельзя в одиночку победить. А я вот помню, при советской власти, когда внимательно следили за различными телодвижениями в зарубежных странах, вот непрерывно показывали, что в Европе, во Франции, в Испании, в Германии непрерывно шли забастовки. Непрерывно. Они вообще вот там, ну я не могу сказать, что каждый день, ну уж еженедельно точно, где-то там кто-то против чего-то бастует. И это же капитализм, и это же буржуазия. А у нас в России тоже были непрерывно, непрерывно забастовки. Бастовали, 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 а потом раз и советская власть. А как советская власть получается? Очень просто. Вы бастуйте, мы бастуем, я представителя отправляю, вы представителя отправляете от своего завода. Вот представители заводов собрались в Иваново в 1905 году, и появился первый Ивановский совет Иваново-Вознесенский. А если это от ключевых предприятий, то уже все теперь решается в городе вот этим советом. А предприниматели хотели, чтобы это было поделиться. Давайте вот я буду с вами отдельно разговаривать со своими рабочими. А что объявили эти забастовщики? Все со всеми. Давайте мы с вами готовы говорить. Вот у нас совет Иваново-Вознесенский. Мы все остановим, если надо. А если вы попросите, мы вот можем в типографии напечатать указ или приказ, или распоряжение губернатора. Пожалуйста. Это же древнеримское еще. Разделяй и властвуй. Да, разделяй и властвуй. Значит, вот это вот соединяйтество в России себя проявило. А вот Европа сколько не ходила, все, в пустую. Она ходила-ходила, а совета не создала. Поэтому Европу мы, конечно, хвалим, но мы тоже понимаем, что у нас, во-первых, могучие были. Вот как вы думаете, сократился рабочий день впервые в России? В России в XIX веке, когда начался у нас капитализм, рабочий день был 14-16 часов. И после могучей Морозовской стачки Иваново-Вознесенской впервые законодательное ограничение рабочего дня. 11,5 часов. В 1991... Это выдающееся достижение. В 1897 году. А до этого умирали люди. Умирали. 11,5. Потом прошло, считай, сколько лет. Прошло не так много лет. А первое, что сделала советская власть, правительство советское, ввело восьмичасовое рабочее день на третий день после установления советской власти. Вот, восьмичасовой рабочий день. И что? И сто лет у нас восьмичасовой рабочий день. Сто лет. А что за это время получилось? А за это время, между прочим, жизнь так изменилась, что вот, скажем, раньше у вас было свободное время, а теперь вы будете в пробке стоять. Раньше вы могли наехать быстро на работу. А теперь вам... Вы не видите, что у нас предприятие отправляют из города за границу. Раньше я вышел из дома и дошел до проходной завода. И заводская проходная люди вывели меня. Поэтому и гудки были заводские. А сейчас гуди-не гуди. Где они будут гудеть там? Где вот помойка? Там теперь у нас Hyundai и Nissan. Они оттуда ни в филармонии не приедут, ни в театр. Все это отправляется куда подальше. И, соответственно, все время уходит на дорогу. Ну, вообще выглядит несколько странно. То есть, раньше я так... Как мне это кажется. То есть, раньше были же так называемые городообразующие предприятия. В городах заводы строили. Потому что там народу много. Он живет компактно. И ему удобно добираться. А теперь давайте вынесем в чисто поле. И начнем из города, где мы живем. Туда ездить непонятно как. Я вот же вам сказал, что надо хвалить буржуазию. Она так придумала. А чтобы не было никаких выступлений. Вы там начнете соединяться в городах. Идите туда. Вот говорят, экология. Идите там дымите. В Ленинградской области. Как будто там хорошо. Жителям Ленинградской области. Лесам хорошо. Вы поставьте пылеуловитель. Дымоуловитель. Нет. Выгнать вас за город. Потому что если города, то рабочий класс. Если рабочий класс, то он что-то потребует. Он организовывается. Буржуазия предусмотрела, чтобы вам бороться было труднее. А если еще будете не бороться. И вообще всех повыгоняют. И вы будете оттуда добираться неизвестно сколько. Вот в Москву некоторые требуют 12-часовых смен. Чтобы потом уехать домой. И приезжают из Ленинградской области. На ЗИЛ приезжали. Нет этого. Сейчас правда ЗИЛа. Уже все. 120 тысяч было человек в свое время. И задача стоит угнать. Вот Буржуазия хочет оставить здесь в городах банкиров, проституток, бомжей, перекупщиков всякого рода. Вот кто тут будет. И спальный. А, элиту, так сказать. А ведь все города еще и в средние века формировались. Вокруг какой-то. Ремесленники. Какого-то. Ремесленники, промышленность и так далее. И люди приезжали в города работать на фабрике. Все фабрики пытаются убрать в села, разместить и где угодно. И там условия труда ужасные там будут. Никто туда и инспекторы не приедут. Если вы будете там жаловаться, пойдете в областные какие-то инспекции, жаловаться, они знать не знают. Что же за промышленность такая у нас ее не было и так далее. Короче говоря, если вы смотрите с позиции класса борьбы, правильно делать Буржуазия или нет? Конечно, правильно. Правильно. Ну, вот видите, надо хвалить Буржуазия. А она говорит, она удивляется. А что рабочий класс-то не делает то, что ему... А что ему выгодно? Давайте вспомним, что ему выгодно. Во-первых, ему выгодно не индексацией заниматься, а повышать реальное содержание зарплаты. Платить должны по стоимости. Ну, если у вас по справедливому считается при капитализме по стоимости. Стоимость рабочей силы, считали вон докеры, 164 тысячи примерно в месяц надо платить. Так. Ну, чтобы нормальное было воспроизводство работника и его семьи, при семье включающих троих детей. А сколько платят? Ну, вот им платят там 80, 70, 90. И они уже чувствуют, что это половина от этого. Половину. А диспетчеры, благодаря своим голодовкам, они добились того, что им платят вот столько, сколько надо. Вот спросите летчиков. Они больше получают, чем стоимость рабочей силы. Спросите, а они обычно помалкивают на эту силу. Они говорят, нам трудно, тяжело и так далее. Ну, действительно, им очень трудно. У них все время гоняют, все время они работают, работает. Но зарплата у них большая. Но зарплата – это вопрос, который на виду. Это вот когда вы поступаете. А когда вы поступили на работу, вот только что рассказывали, какая у вас была работа. Вы сам сидели в полуподвале, голова у вас из-под пола вылезала и так далее. Что там, что за работа есть ужасно? На этом же красном треугольнике, например, что было? Я видел, приходишь человек вот так вот, руки у него, и он подпрыгивает все время ногой стучит. А что он делает? Оказывается, он выбивает подошвы, подошвы выбивает. А чтобы он не выбил подошвы из своих рук, пока он руки вот наверх не положит, Две кнопки нажмёт, кнопку он нажмёт на педаль, она не срабатывает. Надо на две нажать. Только так, да. Чтобы у тебя руки убраны. Да, только руки убраны. И я думаю, это человек, пляшущий человечек, вот он пляшет так, целую смену. И даже так весело, когда смотришь, а когда потом постоишь рядом, видишь, это грустно, на самом деле. То есть, что главное-то? Вот что главное, умные люди, что писали, идеологи рабочего класса, к которым надо обратиться, если речь о борьбе рабочего класса. Давайте мы, вот я всё буржуавию хвалил, но были же люди, которые думали о том, а что вот нужно рабочему классу? Вот писал Ленин в Великом Почине. Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышностью велеречивую, великой хартии вольности и прав человека, над всем этим фразёрством, о свободе, равенстве и братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлых героев, подло Бернского интернационала. Этим пышным декларациям прав Маркс противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатам. Государственное сокращение рабочего дня. Формула настоящего коммунизма отличается от пышного, ухищрённого, торжественного фразёрства Каутского, меньшевиков с их милыми братцами из Берна, тем, что они сводят всё к условиям труда. К условиям труда. И вот сокращение рабочего дня – это одно из важнейших условий труда. Что происходит при сокращении рабочего дня? При сокращении рабочего дня все факторы негативные. Тяжесть труда. Одно дело – тяжесть труда 12 часов, другое дело – тяжесть труда 8 часов, третье – 6 часов. Загазованность. Одно дело в загазованной атмосфере 8 часов, а другое дело – 6 часов. Запылённость. Электромагнитное излучение. Все факторы, негативные факторы действуют гораздо меньше. Поэтому это требование сокращения рабочего дня является облегчением условий труда по всем параметрам. Сразу. Поэтому лозунгом, который был сразу, где он расширил своё действие после февральской буржуазной революции – сокращение рабочего дня до 8 часов. И вот под этим лозунгом и боролись люди за советскую власть. И как только советская власть пришла, он установил 8-часовой рабочий день. Но не пора ли уже сделать следующий шаг? Вот недавно вышла книга товарищей под редакцией профессора Золотова, которая называется «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития». В ней вот история вопроса рассматривается. Случить противоречиво. То есть, по идее, для того, чтобы развиваться, надо работать больше, а оказывается, надо меньше. А по идее, если вы будете меньше работать… Сейчас же у нас как, вот, Дмитрий Анатольевич говорит, умная экономика. Если умная экономика, вы должны быть образованы. Отдохнувшие прийти, в хорошем настроении, а не замученные на работе, а если монотонные у вас труды. Вы же должны все время думать, вы должны быть рационализатором, вы должны все время что-то придумывать, запретать, продвигать. Вы же собираетесь внедрять научные достижения в производстве? Вы знаете, что научные достижения, оно не внедряет… И почему говорится «внедрять»? Потому что вы принесете, оно не работает. Да. Пока рабочие не приспособят то, что вот написали конструкторы до этого. В советской власти было мощнейшее рационализация. И этот вопрос о внедрении, он всегда несколько лет внедряет новую технику. А сколько техники на кладбище, как говорится, лежит, просто ржавеет, потому что не смогли освоить. В том числе, если вы купите за границей, оно не работает. И пока вот рабочий толково это не сделает, ну как вот толковый рабочий, это не замученный должен быть. Рабочие говорят, мы вам, если будете давать разбавленную зарплату, мы будем давать вам разбавленную работу. Если вы будете 8 часов, ну на 8 часов мы будем ритм свой рассчитывать. Ну если я должен проработать в хорошем ритме 8 часов, так я понимаю, что такое 8 часов. Надо же все время работать. А если вы скажете, что у вас будет 6 часов, так я, соответственно, могу и побыстрее это все сделать. За 6 часов. Так вот, за время прошедшее после установления 8-часового рабочего дня во всем, так сказать, в России, а потом и во всем мире, прошло уже сколько лет? Скоро 100 будет мы отмечать будем в следующем году, в 100-летие со дня установления 8-часового рабочего дня. Про которое товарищи писали Маркс и Энгельс. В середине 19 века Маркс писал в Капитале, что в начале сентября 1866 года Конгресс Международного товарища рабочих в Женеве согласно предложению Лондонского генерального совета постановил предварительным условием, без которого все дальнейшие попытки улучшения положения рабочих и их освобождения обречены на неудачу, является ограничение рабочего дня. Мы предлагаем в законодательном порядке ограничить рабочий день 8-ю часами. Это было в начале сентября 1866 года. Полторы сотни лет прошло. А что такое ограничение рабочего дня? Это увеличение свободного времени. Надо, чтобы рабочие имели время, чтобы ловить таких, как Улюкаев. Потому что у нас экономика не идет не потому, что у нас рабочие плохо работают, а потому что у нас люди разворовывают то, что добыт. Есть такое дело, да. Но если вы хотите, чтобы человек контролировал, кто должен контролировать? Тот, кто в этом заинтересован или кто не заинтересован? Не заинтересован. А вот не заинтересованные в таких делах рабочие, для того, чтобы они контролировали, надо иметь время. То есть буржуазии правильно делают, что время не дает? В этом смысле. Но рабочие должны бороться за то, чтобы было время свободное. А что такое свободное время? Некоторые люди думают, что свободное время – это лежать, плевать в потолок, смотреть телевизор, как кто-то убивает. А свободное время, по Марксу, это время для свободного развития. То есть, у нас свободного времени очень мало. Вот 24 часа. 8 часов вылетает на сон. 8 часов на работу. На движение с работы на работу. На работу, на магазин, на то, что вы с детьми должны теперь их водить в школу и в школу, потому что могут сворвать вашего ребенка и потом выкупать приготовление пищи. Я сам ходил, я думаю, вы тоже сами ходили в школу с первого дня. Один раз показать, где ваша школа, и все. И вы чувствовали, что вы идете на работу, так же, как родители. А сейчас вы теперь ребенок до вуза. А в вузе тоже ребенок, потому что теперь, знаете, сколько стипендий сейчас в вузе? 2470 рублей. Сколько? 1470 рублей. Одна тысяча? Да. То есть, полторы тысячи рублей это стипендия? Ну, почти. Не надо прибавлять только. 1470 рублей стипендия? И вот вы идете. Да, тысяча. Я помню, стипендия у студентов была в 40 рублей. Это мрачные годы тоталитаризма и культа личности. При минимальной зарплате в 60 рублей. Я девочку спрашиваю, скажем, ну, что вы можете на этого? Сколько вы можете прожить на этого? А у меня раз в неделю лекция проходит. Она говорит, ну, неделю. Я говорю, так что, у вас в последний раз вижу? И вот у них эта проблема, говорят, сейчас все похудение, похудение. Как и похудение? Идите вот в любой студенческую аудиторию, посмотрите на студентов. Кушайте на полторы тысячи. Да, там наоборот получится. То есть я могу, как этот специалист по похудению сказать, что когда ты ешь редко, то ты норовишь съесть что-нибудь. Вот я в милиции служил, например, там не сильно много платили, поэтому с собой на работе надо иметь добротный бутерброд вот с таким куском сала. Ты его сожрал, и тебе почти весь день есть не хочется. Если ты в засаде, можно взять с собой детского питания, например. Оно не очень дорогое, ты его забодяжил, засадил. Если совсем хорошо, то надо взять бутылку пива и банку сметаны, все это вылить, замешать, опять засадить, и есть не хочется. Сметана не укупишь на такую сумму. Остальное я беру на студентов. Тогда еще можно было, да. Но это ни к какому похуданию никакого отношения не имеет. Потому что ты от этого будешь только жирить непрерывно. И все жирные, это, как правило, люди бедные. Теперь, что было, вот как только вы ввели 8-часовой рабочий день, мы сейчас обсуждаем, за что надо бороться. После этого, рабочему классу, трудящимся, после этого в программе РКПБ, которая уже рассчитана была на построение коммунизма. То есть первой фазы. Так, там было записано. В дальнейшем при общем повышении производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством 2 часа каждому работнику уделить обучению военному и профессиональному искусству и технике государственного управления на практике. Это написано в программе. Это том 38-й полного собрания на сочинение Ленина в приложении. Потому что это как бы не Ленин. Ленин написал эту программу. Так? А принимал ее съезд в 8-й, в 1919-м году. Вот там это записано. Смотрим, что Сталин по этому поводу говорил. Все, что говорили умные люди. В середине 20-го века Сталин в работе экономической проблемы социализма в СССР. Это уже в 50-х годах. Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. А вот хотят приковать. Потому что если вас приковать, то вам трудно будет бороться. Потому что если мы вас отсюда уволим, вы нигде не устроитесь, потому что вы ничего больше делать не можете. Поэтому это тоже очень важный момент. Поэтому главной задачей борьбы трудящихся, работников, коллективной борьбы работников в современной России является борьба за сокращение рабочего дня. Встает сразу вопрос, а как с производством, а что будет с производством? Вот я возьму эту книгу и хочу обратить внимание, вот книга подготовлена молодыми учеными Нижегородского государственного университета кафедры экономической теории и методологии во главе с профессором Золотом, который тоже молодой по сравнению со мной. Вот в этой книге на материалах международной экономики, не российской, показано, что за время введения 8-часового рабочего дня, так изменились условия, такая экономия труда достигнута, что сегодня можно перейти к 6-часовому рабочему дню без уменьшения выпуска продукции. С вашего позволения зачитаю. После того, как работодатели Швеции заявили о намерении ввести 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю в расчете на то, что персонал станет работать интенсивнее, шведские буржуи, а освободившееся время будут тратить на личную жизнь, российские специалисты рынка труда решили выяснить, как относятся к этой идее жители нашей страны. Да, это интересно. 60% граждан Российской Федерации заявили, что готовы трудиться интенсивнее, чтобы заканчивать работу раньше. При этом почти треть считает, что без ущерба для работы могли бы справляться со своими нынешними обязанностями за 6 часов. Чистая правда? А теперь что нам дает российский закон, который закон есть, право это возведенный в закон воли господствующего класса, поэтому, так сказать, это вот то, с чем буржуазия не воюет, она сама это установила. Есть такой раздел в трудовом кодексе «коллективные договора». Что такое коллективный договор? Это договор между работниками, коллективом их не называют, закон такое слово не знает. Он знает коллективные переговоры, он знает коллективные договора, он знает коллективные трудовые споры, но слово «коллектив» начисто выкинуто полностью из кодекса, чтобы там до и духу не было. О чем это говорит? Значит, надо коллективно бороться. Значит, прямо вас наталкивает на эту мысль. Так вот, коллективный договор – это документ, который подписывается, с одной стороны, представителем собственника, генеральным директором, с другой стороны, представителем работников. Разные бывают представители работников. Чаще всего, профессиональные союзы, но не обязательно. – А кого представляет работник? Коллектив или набор ярких индивидуальностей? – Работников. – Работников. – Работников. Как написано? Работников. Нет, работников он представляет. Так и написано. Коллективный договор между работниками в лице, скажем, промкома или в лице органа, который избрали работники. Хотел сказать коллектив, но нет слова коллектива. – Какая-то чушь, елый был. Я вот отвлекусь в сторону. Вот у нас есть там какие-то образцы буржуазные, капиталистические, которые вот ловко развились, чего-то там сделали. Вот я помню, например, давно живем, как японские товары, давно живем, были полной дрянью. Это была дрянь. Вообще, японские часы ведрами в развес, потому что это дрянь откровенная. Что делали японцы? Японцы, используя присущие японскому народу качества, то есть, например, общинность, общинность, я не знаю, как правильно ударить. – Общинность. – Общинность, наверное, да. Вот японцы, они работают общинами. Вот давайте их возьмем и перенесем на производство, где эта община, где старые уважаемые требуют от молодых работать соответствующим образом, где все друг за другом смотрят, где все стараются, синхронно повышают качество. И в результате Япония совершила чудовищный промышленный рывок, где при использовании вот самых положительных качеств японского народа. Мне вот интересно, вот в России эта самая общинность, с ней полный порядок всю жизнь, потому что народ всегда собирался в общины, на селе, в артели, в промышленности и где-то там, и трудился сообща. Вот теперь давайте мы все это разобьем, поломаем, а на этом месте у нас яркие индивидуальности расцветут, которые будут что-то там делать. Так не бывает. Они не будут ничего делать, если нет коллектива. В Советском Союзе было то же самое. Был коллектив. – Дмитрий Ильич, я вам от буржуазии российской следующим образом отвечаю. Я же вот ее все время показываю, как она мудро действует. Мудро. Это вам не Япония. В России вот соберетесь вы коллективы, а потом выберите своих делегатов в Советы, сделайте советскую власть. Ну, чтобы вы это не делали, потому что советская власть, не любим мы буржуи, потому что нас, буржуев, ничего с нами не делают, но собственность отберут, потому что не мы создали фабрики и заводы, не мы создали нефть, не мы создали газ. Все это делали рабочими руками. Мы эксплуататоры, паразиты. Мы же знаем, что мы паразиты. Вы хотите, чтобы у нас у паразитов все забрали? Ни за что. Для этого мы вас разделим. Мы даже слово не допустим. Раньше вы писали, если вы внимательно, а вы из юридической области, так сказать, можно сказать, идете, вы, наверное, знаете, что раньше писали во всяких законах администрация и коллектив. Слово администрация тоже выкинуто. Работодатель. Вот вы, если едете на автобусе, вот кто такой водитель? Он же ведь работу дает вам свою непосредственно, он прямо вот вас везет. Он и есть работодатель, если по-русски говорить. Вот он работодатель. А вы, когда едете на автобусе, работобзятели. Потому что вы сидите, ничего не делаете или книжку читаете, а он вот за рулем и смотрит на дорогу и так далее. Вот вы непосредственно берете. А к врачу вы пошли, он тоже работодатель. Он ковыряется в ваших зубах, а вы себе лежите и тут отдыхаете. Вот и так далее. То есть, даже слово администрации выкинули, чтобы поставить работодателя. А потом говорят, я вам работу дал, а вы еще хотите зарплату? Ну, обнаглели вы вообще в России. Поэтому у нас не Япония. Нам не надо этих вот коллективов. Не надо. Так не будет развития. Если не надо коллективов, развития не будет. Нам надо сохранить то, что мы набрали. Задача в другом. Ну, что вы вот какое-то развитие, все. Это у вас, какое-то у вас мышление, как это сейчас называется, советское мышление? Совковое, что ли? Совковое. Вот, Совковое. Совковое. Ну, вы же понимаете, что я-то бродвинутый. Конечно. Я-то от буржуазии все время выступаю. А буржуазия, вот она правильно ведет свою классу. Правильно. Да я не сомневаюсь. А вы, пожалуйста, вам никто же не мешает коллективам собираться. Только не пишите вправо. Это пока. Нет, вообще никто не понимает. Невозможно. Народу, если он поднимется, невозможно помешать. Дмитрий Юрьевич, вся история всего человечества говорит, если народ начинает бороться за свои интересы, он выиграет. Не сомневаюсь. О чем вы? Ну, нет никаких сомнений. Но. Вот мы стремительно развивались последние лет 30. Да, вот чудовищное развитие получили. Правильно, последние лет 30. Ну, после падения административно-хозяйственной системы, которая не давала... Нет, мы стремительно пытались подняться на тот уровень, который был в 90-м году. Она не давала никому развиваться. Ее надо было сломать. Ее сломали, и у нас пошло стремительное развитие. Нет, у нас не стремительное пошло. У нас сразу упало производство вдвое. Извините. Вдвое. А потом было удвоение ВВП. Тоже снова вдвое. И вот это все время мы пытались вернуться к уровню 90-го года в РСФСР. Вернулись? Нет. Нет. Это довольно стремительное развитие. Это я острю. Вот у нас стремительное развитие было. Ну, наверное, наверное. Нам так тяжело, а вы вот шутите. Пока нефть была дорогая, это как-то вот еще компенсировалось. Уже нефть дорогая. Быть перестала дорогой. И дальше, говорят, уже дороже не будет. Да. А вокруг обстановка нехорошая. Вот она нехорошая. Вот НАТО, например, уж самое примитивное, вот оно двигается к нашим границам. Уже вползает на Украину. Поэтому наши буржуазии стали кое-какие правильные шаги делать. Да. И это уже создает угрозу физического выживания этой самой страны. И вот эта беготня с чемоданами денег уже до свидания. Уже хватит бегать с чемоданами. Поэтому за радость надо принимать. Если рабочие начнут бороться за свои интересы, значит, денежки не будут уплывать за границу. А они здесь будут оставаться, если зарплата вырастет. Потому что люди умные повышают зарплату. Из буржуазии, я имею в виду, Эрхард тот же самый. Или соответствующие руководители Соединенных Штатов Америки. Они повышают зарплату разово. И сразу получается, что спрос, производство пошло и так далее. То есть жизнь нас толкает уже к тому, чтобы сказать, если рабочие не будут бороться, они не только рабочие проигрывают от этого. И страна проигрывает. Как вы собираетесь меня эксплуатировать, а я голодный? А я голодный, плохо работаю. Если хотите быстро скакать на коне, так вы меня кормите овсом. А вы меня гнилой соломой кормите. А я упаду, и я-то шею не сломаю. А вы-то шею сломаете себе. Поскольку вы хотели проехать на голодном коне. Вот. Я правильно вас понял? Естественно. То есть мы должны даже нашей в Буржуазии, что она тут заигралась. Так точно. Но все равно я не верю в то, что мы ее убедим. А вот рабочий класс, он должен объяснить, что он сам должен бороться. Объясняю, что Буржуазия ему дала право в коллективный договор записать все, что угодно. Давайте подведем. Подведем некоторый итог, Михаил Васильевич. Сейчас только чуть-чуть про голодный договор. Чуть-чуть, два слова. Записать можно в голодный договор то, что лучше, чем в законе записано, а хуже нельзя. То есть вы в коллективный договор можете записать 6-часовой рабочий день, можете 5. Можете отпуск сделать не 30 дней, а 40 дней. Можете зарплату записать в полтора раза больше. И это будет локальный нормативный акт. Он войдет в систему права российскую. Но он будет действовать только на территории этого предприятия. Так вот, если рабочие разных предприятий согласованно будут увеличивать свои возможности, свои условия жизни, это будет происходить во всей России. И делать это должны не те, кто не заинтересованы, а те, кто в этом заинтересованы. Поскольку освобождение рабочего класса, я и сделаю рук рабочего класса. Но мне вот кажется, и я, наверное, прав, что все это у нас все время упирается в вождей. Вот есть кто-то во главе, так сказать, стоящий, который может увлечь народ за собой. И тогда чего-то двигается. Это, с одной стороны, плюс, потому что маленький товарищ Сталин везде нужен. А с другой стороны, это же серьезный минус. Потому что, как подсказывает нам опыт высоко развитых стран, нанятые бандиты, они немедленно сломают тебе ноги, проломят череп, изуродуют детей или еще что-нибудь, и вождь растворится. И все вернется на круги своя. Надо обратиться к опыту передовых организаций, которые действуют, например, на Ближнем Востоке, где убивай кого-то, не убивай, ничего не меняется. А хотите, я обращу ваше внимание на наш передовой опыт? У большевиков до революции был первый секретарь? Я малограмотный. По-моему, нет. Чего же малограмотный? Вы же знаете, что не было. Что, Ленин был генеральный секретарь? Нет. Первый? Он был член ЦК. Зачем вам эти вожди официальные, к которых придут какие-то бандиты и размажат им голову? Такого не может быть, чтобы люди взяли и... Ну, кто-то им должен объяснять. Вот и объясняют люди. Кто-то им должен увлекать. А Ленин объяснял. Объясняем. Можно объяснять самые разные люди. Зачем вам первый секретарь? У большевиков не было. Когда появился пост генерального секретаря у большевиков? В 1922 году. Пять лет прошло после революции. Почему? Когда решаются экономические вопросы уже, тогда, поскольку по экономическим вопросам нужно единоначалье, то такая потребность появилась. И Ленин предложил Сталина на 11 съезде избрать генеральным секретарем. А до этого не было. А были секретари ЦК. Фотиева, Свердлов был одно время секретарем ЦК. То есть, они готовили к полимеру документы и так далее. Вопросы подготавливали. Не более того. А как руководили? Кто больше работает, тот больше руководит. Вы по себе не замечаете, кто больше работает, тот больше руководит. Практически. Вы будете меньше работать, будете меньше руководить. Вот это правильный принцип. Если эта речь идет не о такой широкой борьбе, это первый тезис. Второй тезис, вот вы сказали, вожди нужны. А вот такая мысль о том, что великая цель рождает великую энергию народа. Если у вас цель была индексацией заниматься, вот это сизифов труд, какие вожди могут быть? Ну, какие могут быть вожди? Измельчать только могут вожди и ничтожными стать. А вот если речь идет о борьбе за шестичасовой рабочий день. Вот в этой книге доказано, что экономически, по экономике мировой, экономия достигнута труда такая, что бешеная прибавочная стоимость, бешеная стала. Эта доля заработной платы в общем доходе все время сокращается, сокращается и сокращается. То есть можно спокойно увеличить теперь долю зарплаты в общем доходе, чтобы прибавочная стоимость немножко сократилась. Меньше будут вывозить в офшоры, потому что когда в офшоры выведены, оттуда не заберешь. Ничего никто не пострадает. И меньше будут сажать этих людей. Меньше будут. Потому что они меньше будут интересны. Но они же с ума сходят. Потому что это надо увидеть человек, может быть, порядочный был. Вроде бы. А увидел 2 миллиона долларов. А вот я не знаю, что будет со мной, если мне дадут 2 миллиона долларов. Лучше не давать. Я не знаю, что будет. Ничего. Я думаю, что ничего. Но это вы мне комплимент делаете. Почему? А мы смотрим на них. Видите, что делают? Я неплохо разбираюсь. Вы знаете? Ну, мы видим, что люди... Ну, написано же в Капитале, там, Марксусирует, что за 300% прибыли пойдут на любые преступления. Вот в этом все дело. Поэтому надо вот эту меру осуществить. Вот эта великая цель и вождей будет. Вожди должны быть не вообще, а вожди в борьбе за 6-часовой рабочий день. 100 лет прошло. Пора уже. И, так сказать, если эта цель будет осуществляться, и если будет подъем народной борьбы за это, и если будет народ останавливать, народ сделает революцию. Если будут останавливать. Если не будут останавливать, он сделает себе 6-часовой рабочий день и будет жить как в Швеции при капитализме. Одно из двух. Ленин, когда писал «Грозящая катастрофа» и как с ней бороться, он говорит, вот эта мера вполне капиталистическая, это тоже вполне капиталистическая, это тоже... Почему не делают? А потому что это потребует некоторого ухемления, уменьшения некоторых прибылей. Ну, раз вы не хотите это делать, ну, придет другая власть. И здесь то же самое. Либо это придется делать, либо придет другая власть. Но для того, чтобы она пришла, для того, чтобы она пришла, ну, понятное дело, нам какая нужна власть? Тех, кто не эксплуататор. Ну, трудящийся не эксплуататор. Это диктатура пролетариата, чтобы... Это советы. Поэтому, хотите, не хотите, сама наша буржуазия, она показывает, что она не может нормально управлять без взяток, без коррупции, без этих злоупотреблений. Ну, не может управлять. И уж изо всех сил борется Следственный комитет. Ну, что только они делают. Они все рождаются и рождаются. Ну, немыслимые дела. А почему? А потому что надо 6 часов работать, и 2 часа заниматься управлением государства. Контролировать. У нас, помните, было совместительство рабочее? Приходили в министерство в 30-х годах и проверяли, чем вы там занимаетесь. И выяснялось, что не тем занимаетесь. Очень много дел вообще не нужны. И не нужно ими заниматься. И люди нормальные, грамотные, рабочие вполне могут в этом разобраться. А потом из них можно было делать руководителей. И это касается, так сказать, и современной эпохи. Если мы хотим, чтобы у нас что-то наладилось в стране, ну, нельзя же держать на положении крепостных рабочий класс. Невозможно. Поэтому нужно осуществить переход к 6-часовому рабочему. И это дело большой борьбы. Большая борьба, великая цель рождает великую энергию народа и вождей. Вот вожди будет ничего-то, не мышиные возни. И важнее не те, которые выходят и протестуют. Вы меня бьете, а я протестую. Вы до мной издеваетесь, а я протестую. Видите, как у меня протестное движение. Ну, так, если я знаю, как не надо, я знаю, как надо. Ну, желательно, науше. Не-е-е-е. Потому что неправильных направлений бесконечно много, а правильное одно. Единственный настоящий протест состоит в том, чтобы указать, куда надо идти и пойти туда. Вот тогда все остальные направления, их бесконечно много, неправильные. И поэтому, с точки зрения философской, идеалектической, утверждение – это бесконечное отрицание. Если я сказал, туда пойду, значит, все остальные отпали. Вот отрицание. А если я туда не пойду, туда не пойду. Еще до вечера буду, я от вас не уйду, я буду перечислять, куда я не пойду. Вам это надо? То есть сейчас вроде как я у вас в гостях, а потом я уже нахалый, а потом уже сволочь. Это же невозможно. Поэтому цель – вот, товарищи выработали, и выработали не только эти товарищи, это вообще генеральная линия развития человечества. Ну и усовершенствовать соорудие труда, теперь нужно увеличение свободного времени для свободного развития людей. И эти люди сами разберутся, что им делать. И вот эти люди со свободным развитием, но какие могут быть вожди, когда он до ночи трудится на заводе? Он не выходит оттуда. То есть для того, чтобы для этого эти люди, вожди должны быть, того движения, которое приведет к времени, которое может подготовить вождей. А иначе вот время свободное имеют одни, а вожди должны быть в другом месте. Ну, вопрос все равно, конечно, непростой. Непростой. Я хочу сказать, что большинство граждан, не имея специфического воспитания, большинство граждан в свободное время употребит только на просмотр телевизионных шоу. А это не свободное. Совершенно идиотского характера. А это не свободное время, потому что нет развития. Это в нерабочее. Это все в нерабочее время. Сон, просмотр таких шоу, как кто кого убивает, зарежет и так далее. Это не свободное время. Вот в свободное время, когда он занимается делом управления, или когда человек создает профсоюз, когда он борется за свои интересы, это свободное время. Он вырастает. Вожди появляются профсоюзные вожди, политические вожди. Теперь, значит, понятно, что есть много трудностей. Чтобы стать представителем коллектива, попасть под закон, надо либо иметь профсоюзную организацию, надо создавать профсоюзы. И не надо их сокращать. Профессиональный союз – это не комитет. Профессиональный союз – это союз работников, которые борются со своей интересы. Вот и боритесь. И создавайте профсоюз. Чтобы создать профсоюз, все облегчено. Три человека надо. Три. И не надо бежать к работодателю и доказывать. Мы создали профсоюз. Зачем вы побежали? Вы создаете проект коллективного договора и идите с этим проектом к коллективу, который есть, независимо от того, пишут про него, не пишут. И идите по подразделениям, чтобы люди голосовали за то, чтобы такой проект принять. А чтобы они голосовали, напишите на одной странице, чего хорошего есть в вашем проекте. Потому что никто вас целиком не будет читать. Нет времени читать. А, ну, покажите его. Дайте оставьте его в экземплярчик. И расскажите в 4-5-7 словах, когда. Когда свободное время. В обедный перерыв. Потому что это свободное время. Здесь можно прийти и можно доказывать. Вот проведите эту работу и одновременно изберите на конференцию людей. Одновременно поручите им поддерживать этот коллективный договор на конференции. Представителей изберите, которые будут вести переговоры с работодателем сначала, а потом будут коллективные трудовые споры. Прочитайте трудовой кодекс, как ведется, какая процедура. И не нарушайте ее. Потому что после примирительной комиссии там придумали посредник. Но я еще не видел, чтобы... Вот если нам нужен посредник в нашем споре, то вы моего кандидата не возьмете. Вы же знаете меня. Кто это будет? Если я предлагаю. Но я тоже вас знаю. Я же вашего кандидата тоже не... Поэтому бумажки надо друг другу прислать. На этом этот этап пройден. Следующая бумажка. Трудовой арбитраж. Он обязательно, если обе стороны договорились, будут выполнять. А с чего это я буду выполнять? То, что я не знаю, катал в мешке. И вы-то с чего будете выполнять. Поэтому давайте напишем, что мы не будем, мы не будем. И так далее. И вот тогда мы прошли все. И следующий этап конференция. И выход на забастовку. Забастовка – это главное оружие и орудие рабочего класса. Забастовка. И хороший коллективный договор без забастовки не принимается. Не потому, что он плохой, а потому, что упираться будет тот, кто должен раскошелиться. А почему должен раскошелиться? Потому, что у него несметные богатства, которые он забрал у рабочих. Он паразит. И он не хочет ими делиться ни с кем. Это правильно, что он не хочет делиться. Я бы тоже не хотел делиться. Это естественно, я бы сказал. Это естественно, скажем. С его точки зрения правильно. Ну, поэтому надо его принудить. Поэтому в этом есть... Почему мы говорим, что это конфликт? Потому, что пока идут переговоры, это спор. Я вам одно, а вы другое. Спор – это обмен мнениями, обмен позициями. Это разногласия. Я глашу одно, а вы гласите другого. Это разногласия. Но когда начинается уже конфликт, это значит, я силу аргументов заменяю на аргумент силой. И вы говорите, Михайлович, вы не правы. Вы говорите, а уходите отсюда. Надоело вас слушать. Вот это я понимаю. Это другой же совсем разговор. Я тут хозяин, не вы тут хозяин. Это другой совсем переход. Забастовка – это переход к употреблению силы по отношению к тем, кто хочет силы держать в положении таком рабочем, когда они деградируют. И производство деградирует. И страна деградирует. То есть, они в этом смысле преступную ведут политику, потому что они заигрались в погоне за своими частными прибылями и забыли даже общие интересы класса капиталистов. Вот тут я уже комплимент не могу им в этом смысле дать. Уже мы под угрозой. Страна вся находится. Можно подумать, что у нас война на Украине – это не с Россией война. Так, в ясное дело, приближают свои войска. Уже войска в этих странах в Прибалтике американские ходят. А мы все еще идут. Смешно говорить о том, что мы один народ, а война – это не у нас. Да, смешно. Смешно. Только один народ или начинает искать, какая у нас, видите ли, нация. Сейчас собирается. Да каким вы указом хотите нация? Русская у нас нация. Русская я раньше называлась. Великороссцы. Ленин писал. Я великоросс. Русские. Есть русские, те, которые отвечают понятию нации. Это общность людей, которая характеризуется общностью территории, экономики, языка и культуры. Я могу быть русским еврейского происхождения, могу быть русским японского происхождения. Хакамада. Как писал Бушин про нее. Говорит, да пусть посидят там у нас в правительстве и украинцы, и евреи, и грузины, кто угодно. Но только не Хакамада. Но она русская. Естественно. Она принадлежит к русскому народу. Тот же самый, скажем, у нас диктор Левитан. Он кто такой? Русский диктор еврейского происхождения. Чего городить огород? Вот опять начинает мутить воду, дескать, некая российская нация. Нации не создаются вот таким путем. Язык-то русский, поэтому русской нации есть. Русского народа как бы нет. Все есть, а русского хотят убрать. Почему? Потому что с русским народом связана борьба за советскую власть. Русский народ хотят вот куда-то, так сказать, опасно, куда-то его забить, куда-то дальше забрать и так дальше. Но русский дорог не должен спать, потому что если такой большой народ будет спать, ну его, как говорится, шапки на глаза надвинуты и обманут. Вот поэтому, значит, надо создавать свое предстояние либо профсоюза, либо его инициативные комитеты. Пожалуйста, ходите по цехам и собирайте голоса. Или доверенности собирайте, что Иванова, Петрова и Сидору доверяются вести переговоры и коллективные трудовые споры по таким-то вопросам. По всем вопросам. Это доверенность, которая не требует никакого заверения. И она вечная. Делайте. Но, поэтому не надо говорить, что не получится. Тот, кто борется, то получается. Тот, кто не борется, то никогда не получится. У нас ситуация не в том, что народ боролся и проиграл. Дмитрий Юрьевич, народ и в 90-е годы, и в 60-е, он не боролся и проиграл. Но если я не буду с вами бороться, как я могу вас выиграю? Вот мы сели играть в шахматы. Вы двигаете фигуру, а я не двигаю. И чего? Ну, я и проиграю. Я вам рассказывал, как буржуазия. Вот я ее хвалил. И сейчас могу еще похвалить. Молодец. Хорошо она борется за свои интересы. Работу товарищам и рабочим надо сказать. Ну, ничего вы ждете. Если вы не будете бороться за свои интересы. Но никто не будет бороться. Не слушайте эту чепуху, что якобы за народ борется государство. Да не будет государство буржуазии бороться за ваши интересы. Как там в песне «Никто не даст нам избавления». Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Ну, так надо и бороться. Поэтому, значит, какая помощь есть от образованных людей и вообще от людей порядочных? Тем, кто борется. Я кратко перечислю, и до этого можно заканчивать. Во-первых, есть у нас такая организация, как Фонд рабочей академии. Фонд содействия рабочей. Старинная уже организация, 22 года. И в 94-м году. В начале 90-х Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирована. Вот я ее, значит, президент. Это самого Фонда рабочей академии. Не хотели ни за что регистрировать, пока мы не поставили в скобках Фонд содействия обучению рабочих. Я думаю, это хорошо поставили. Отлично. Вот мы содействуем обучению рабочих. Мы создали два университета. Есть университет рабочих корреспондентов. Каждый Ленинградец может на Очаковской улице, дом 7, прийти каждый четверг к 19 часам, послушать лекцию, задать вопросы и выступить. Без всякой бюрократии. И все. Через час заканчивается и поезжай домой. Понятное время такое. Есть Красный университет Фонда рабочей академии? Пожалуйста, набирайте Красный университет. Или на Ленру, или на Красном ТВ, или просто Красный университет Фонда рабочей академии. Там, пожалуйста, записывайтесь вы. У нас учатся товарищи из России, из самых разных городов. Из Белоруссии, из Украины, из Германии, в том числе из Мюнкена. И так далее. Поскольку сейчас интернет, люди смотрят, потом они присылают материалы, мы уже захлебываемся, надо проверить, надо ответить каждому. Но пока еще справляемся. Ну, тогда будем еще подтягивать людей. Народ взялся учиться. И по идеалектике учатся, и по политэкономии учатся, и по политике учатся. Разбираются люди. А если вы не учились, конечно, вам тяжело. То есть, есть где учиться. Второе. Есть Федерация профсоюзов России, которая возглавляет Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, и его президент, и, соответственно, председатель профсоюза, Федерации профсоюзов России, Ковалев Сергей Анатольевич. И это с богатейшим опытом организации, которая авиадиспетчер продемонстрировала, как надо бороться в условиях, когда ничего им нельзя. Ну, ничего нельзя. Никаких ни забастовок, ни коррективных споров. Ну, они просто вот не едят. А потом идут на работу. Или проводят. Ну, а на работу только через медицину. Медицин говорит, вам нельзя, у вас, смотрите, давление, то, всё. Не пускают. А нет, я пойду. Нет, не пойдёте. Раз, и закрылась половина движения России. Раз, и всё договорились, что никого не преследуем. Зарплату повышаем, всё нормально. Толку. Или я приезжаю, встречаюсь, привожу им такой сборничек, как вам привёз. А он говорит, мы вот, Михаил Анатольевич, сегодня бежим. Я думаю, о чём мне рассказывают, какой-то пропадет. Бежим. Ну, надо, как из Спартакеада. Ну, и что? Ну, весь профсоюз бежит. И что? А потом идёт к врачу и на работу. Ну, а когда он пробежал 5 километров, опять же. Это не забастовка. Теперь взяли, договорённость была, что не судить авиадиспетчеров. Не судить за голодовки. Нет, в Новосибирске и в Омске судили 12 человек. Выступает Сергей Анатольевич Ковалёв, президент федерального процесса. Мы народ законопослушный. Вот эти 12 человек, если есть решение суда, хотя вообще была договорённость не судить, они не будут голодать. Мы будем голодать. Нам это решение. Весь профсоюз будет голодать. А вот эти люди 12 будут переедать. Я вас уверяю, я говорю, да, будет тот же самый. Вы не пробовали три обеда съесть и пойти к врачу. Или профсоюзное собрание открывается в зале, в аэропорту. Ну, значит, авиадиспетчеры после работы идут не домой, а в зал. И там проводят профсоюзное собрание. Сколько часов может оно быть? Сколько надо. А вот оно и надо. Пока вот в Калининграде было, пока не удовлетворили все требования. Месяц было собрание. И ночью сидят. Кто-то может и говорить. Я, например, могу и ночью говорить, если дадут днём поспать. А потом другой в профессор будет. Можно запись включить. Можно запись включить. Того, кто не успел. Совершенно верно. И всё. А родственники приходят. Журналисты, конечно, прибегают. Журналисты, если вы будете им идею излагать, это никто не будет приходить. А если вот такой народ там что-то собирается, там набегут, и все агентства будут сообщать и так далее. Такое было в Сургуте. Взял и выгнал на мороз руководитель соответствующего ведомства людей. А тогда профсоюз объявил всеобщую голодовку. Так что вот эти люди боролись. У них надо учиться. Вот они разработали. Федерация профсоюзов России приняла программу коллективных действий профсоюзов. Это принципиальное отличие профсоюзного движения. Настоящего. Потому что обычно профсоюз защищают. У вас что-то стало плохо, а я вас защищаю. У вас всё отобрали, я пытаюсь частично восполнить. Вас опустили вниз на эскалаторе. Реакция на что-то. Реакция на что-то. Вот это вот такое действие. А это нет. Вот программа. Значит, там 6 часов рабочий день, повышение реального содержания заработной платы, зарплата на уровне стоимости рабочей силы, улучшение условий труда и так далее. Полная программа. И выбор по трудовым коллективам. Они по улицам и площадям, где-то деньги решают всё. Всё это записано в этой программе. Программа вывешена на сайте фонда рабочей академии. Фонд рабочей академии. Литературу всякую по коллективным договорам, по коллективным трудовым спорам и так далее. На сайте фонда рабочей академии целая, так сказать, там база. Читайте, изучайте, переделывайте для себя. Есть ещё сайт, который называется сайт московского отделения фонда рабочей академии. Там тоже есть эти материалы. И есть ещё канал на ютьюбе фонда рабочей академии, где есть лекции, в том числе и мои, по конфликтологии. Разрешение коллективных трудовых конфликтов. Ну, это не за полтора часа всё не расскажешь, но можно там открыть и смотреть. Там целые полгода были лекции, и можно это послушать за несколько лет. Пожалуйста, там всякие необходимые консультации. Кроме того, у людей могут возникнуть вопросы, и не только в письменном виде. Так надо же собираться. Вот буржуазии собираются. Так вот, раз в полгода в Нижнем Новгороде Федерация Просоюзов России и фонд рабочей академии проводят семинар по рабочему движению, который называется Российский комитет рабочих. Вот ближайший будет семинар 18-19 марта. Можно прочитать, какой был пророссийский комитет рабочих, набрать Российский комитет рабочих и почитать его решение, постановление. Существует много-много лет уже. Люди приехали и посоветовались. Какие там условия? Вот я там, например, присутствую как консультант Российского комитета рабочих. Но у меня права голоса нет. Почему? А потому что я не рабочий. А вот если она в съезд художников приедет, там же художники, а я не нарисую. И на съезд композиторов, если я приедет, у нас некоторые норовят, можно я буду голосовать? Нет, нельзя. Вот сидят рабочие, у них право решаю еще, какие рабочие. Которые делегированы либо профсоюзной организацией, либо какой-нибудь рабочей организацией, либо группой рабочих. Ну, тут три человека тебя направили, чтобы ты хоть не только себя представлял, что ты вот шатаешься и не знаешь, что тебе делать. А ты приехал, и ты представляешь их интересы. Вот вырабатывайте рекомендации, что нужно делать и как. Причем вырабатывать должны рекомендации не такие, которые могут профессора выработать, а такие, которые там на полторы странички, чтобы было, если надо, переписать или размножить, или раздать. И все это мы вывешиваем. И выпускаем в народной правде. Вот в народной правде есть материалы Российского комитета рабочих. То есть, ну, для этого нужно соединяться, нужно приезжать. И можно, конечно, я согласен, что можно деньги, которые потратишь на дорогу, потратить на другое. Можно пиво попить, можно водки выпить. Но в следующий раз у тебя, значит, ты будешь работать на свою болезнь, на лечение. Сверхурочные работы сплошь и рядом. Отбирает одно благо за другим. Поэтому, если хотите сэкономить, собирайтесь, решайте и организовывайтесь. Ну, кто должен организовывать? Помощники будут, есть другие консультанты, есть профессора и доктора. Ну, а на каких правах? Вот мы консультируем, то есть, мы советуем, объясняем, как научно. Но кто должен решать? Кто должен решать? Вы рабочие, решайте. Вот вы садитесь впереди и решайте. 18-19 марта, пожалуйста, приезжайте, считайте, что это официальное приглашение. На сайте будет, уже есть материалы последнего заседания, там сказано, один из вопросов, это борьба за сокращение рабочего дня, борьба за 6-часовой рабочий день. Не просто, вот мы поговорили, поговорили, но вы решайте, кто будет бороться. Ну, мы боремся за 6-часовой, у меня он рабочий день укладывается в 6-часовой, вполне. То есть, как бы я уже эту задачу решил, но эта задача должна быть решена в масштабах России, а не так, что у некоторых. У некоторых-то вот все, много еще решено. И с доходами, все хорошо и так далее. Но это надо делать коллективно, поэтому и тема у нас такая коллективная борьба. А коллективной борьбе за интересы работников будут работники бороться, будут они их помощники, будут и вожди. Ну, есть вожди, нет борьбы, нет вождей. Ну, они откуда берут свои? Они даже появляются, неизвестно откуда выбираются. Я видел, во время забастовки такие люди появляются. Нет забастовки, они пропадают. И так они здорово, так сказать, участвуют и организовывают. Прекрасно. То есть, народ их рождает. В процессе. В процессе. Или вы не верите, что русский народ может родить вождей? Я то же самое знаю просто, да. Я, как человек некоторым образом военный, я твердо знаю, что только когда война начинается, тогда... И тогда появляются. Вот, говорят, вот лишили, вот лишили, все, руководство, никаких не было военных талантов. Так военные таланты и выросли в войну. Вот где были войны. А Чужуков вам не талант, а Василевский вам не талант? И рассуждают такие оскорбительные вещи и говорят. Более чем, да. Ну вот, собственно говоря, можно сказать, что поскольку этим открывается, так сказать, эта проблема, то есть сами организовывайтесь, вот вам будут помогать, пожалуйста, вам помогать. Никто нам не мешает помогать, никто не мешает организовываться. И не надо все время пугать, что нам не дают. Да вы не берете. Кто вам не дает? Кто вам мешает делать? Даже не смотрели. Вот я хвалил буржуазию, еще раз похвалил, что она нам ничего не мешает. Да изучайте вы сто раз капитал. Я бы подчеркнул, что все это происходит в рамках сугубо, в рамках действующего законодательства. Никакие законы при этом нарушать не надо. Не требуете вы ничего, чего-то там сверхъестественного. Это самые обыкновенные, обыденные вещи. Но, как говорится, любовь, это вам не просто так. Ей надо заниматься. Не картошка. Надо заниматься. Точно так же и своими правами надо заниматься. Поэтому все линки, которые Михаил Васильевич сказал, они под роликом. Ходите, смотрите, тренируйтесь, учитесь. Чего непонятно, пишите письма. Правильно? Да. Спасибо большое. Вам спасибо, Михаил Васильевич. Про Гегеля надо продолжить. Продолжим. А на сегодня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин